Единственным изменением в сатурновском составе стало появление с первых минут Коробова, который вышел на поле вместо Радостева. Дебютным же опасным моментом стал заработанный Доронином штрафной, увенчавшийся плотным ударом Захарова над Перекладиной. Гости же использовали свой шанс после углового, когда пошла атака вторым темпом, и Илюхин головой замкнул подачу в район дальней штанги 0-1. Угловой удар. Навес. Отбивают защитники Сатурна недалеко мячу Арсена... Отличный удар и гол! Но довольно быстро Сатурн отыгрался. Родионов доработал эпизод, навесив от лицевой. Защитники ошиблись, и подхвативший мяч Железнов, пройдя несколько соперников, низом пробил в дальний угол. Рассчитывая на скорость Родионова. Родионов выцарапал мяч, вот сейчас хорошая была подача. Будет удар! И 1-1! Уже перестраиваться, уже, так сказать, настраиваться на более серьезные игры, так сказать, и правильно готовиться, и уже показывать, так сказать, все свое мастерство и умения, которые, так сказать, у ребят есть. Поэтому я их поблагодарил за игру, и готовимся к курсу, готовимся к курсу на положительный результат. Чуть позже он выполнял навес со штрафного, и мяч едва не залетел под дальнюю штангу. И уже перед перерывом Железнов с острого угла пробил стойку. Едва же началась вторая половина, арбитр назначил пенальти в ворота Сатурна, и Мингазов сделал счет 1-2. Следующее решение рефери оставило гостей в меньшинстве, так как имевший предупреждение Харитонов подыграл себе рукой. У черно-синих было достаточно времени, чтобы использовать численные преимущества. Опасно перенаправлял мяч после углового Доронин, но удар получился не сильным. В концовке же атака Широкова завершилась попаданием в штангу. Наконец, в компенсированное время Ковындиков навесил в штрафную, и Шаров уложил мяч в угол. Широков идет борьбу. Вошел в штрафную, прострел будет или нет? А кому замыкать? И! Да! Повезло все-таки! Молодцы добились! Ай да молодцы! Контролировали ход игры, были сильнее, больше контролировали мяч. Просто пропустили ненужный гол, пришлось отыгрываться. Так в целом мы рады, что отыгрались хотя бы из ляшки. И, конечно, не хотелось терять, но ничего, будем двигаться дальше. Хотелось дома, конечно, выиграть, но прошу прощения перед болельщиками, что не оправдали их немножко ожидания. Будем работать. Характер у команды есть. Егор Кабанов и Дмитрий Крунов. Для программы «Городские вести». Дмитрий Крунов. Для программы «Городские вести».